Всем здравствуйте! Это программа Крупным Планом. Меня зовут Инесса Буланкова и мы продолжаем знакомить вас с известными людьми нашей современности. Сегодня у нас в гостях народный тележурналист, публицист, автор множества просветительских документальных программ Валерий Татаров. Валерий, здравствуйте и добро пожаловать к нам на программу. Да вам, спасибо. Ну что, мы не виделись пять лет, давайте-ка с этого и начнем. Пять лет прошло. Что изменилось за эту пятилетку? Масштабно. Я стал весомее и стал тяжелее. Я стал свободнее, я думала вы начнете. Да вообще все изменилось. А свобода творчества? Да ее больше, чем надо. Я просто, ну как, я сам себе и начальник, и командир, и нет надо мной его величества эфира. Но это ненормально, Инесса, когда ты 30 лет практически живешь с мыслью, просыпаешься, что ты скажешь вечером с экрана телевизора. Это ненормально. И там это не мужская мысль о том, как ты выглядишь, да, не перебрал ли ты вчера, не будет ли это видно людям. И это все, конечно, делает из тебя какого-то, не то чтобы не человека, а не до человека. Сужается мир, восприятие его. И вот теперь мне уже на пять лет больше, стало быть 57, я могу сказать, что я вообще говоря не жил. Я, конечно, любя все это говорю, да, и с благодарностью, но это не жизнь. По крайней мере, это не мужская жизнь. Быть на экране, быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Мы в той программе, кстати, тоже. Не надо заводить архивы, на друга писеме трястись. Цель творчества – самоотдача, а не признание, не успех. Постыдно ничего не значат, быть притчей на устах у всех. Я могу сказать, что я был притчей у многих на устах. Нехорошей притчи. Я был обсуждаемым человеком, человеком, на которого злятся, пишут коллективные письма, требуют закрытия. И вообще, говорит, человек, который заставлял нервничать других людей. Это безобразие, вообще говоря. Я прошу прощения у всех, кому я насолил в жизни. Правда. Ну, хорошо, раньше воевал за правду, сегодня борьба за традиции. А я за нее и воюю, только без истерики. Потому что вот эта ежедневность работы, она вызывает такую нездоровую усталость, когда ты как тот заяц, который в свете фар бежит и не знает ни вправо, ни влево. Заяц, не волк. Потому что у тебя слишком много врагов, чтобы ты был волком. Ну, в общем, много было того, что называется искушением, искусством. Вот на иных артистов посмотришь, какая между ними разница, между телеведущими и артистами. Да никакой, по сути дела. Все занимаются одним и тем же делом. Отвлекают других людей от их дел, для того, чтобы они обратили внимание на него. О, надеюсь, я не таким запомнился. Все-таки я хотел что-то донести. А по поводу борьбы за правду, так она и остается. Как же за нее не бороться? Если пройдешь мимо, значит, помирился с кривдой, с неправдой. А что или кто придает вере, что это нужно и что это правильно? Не знаю. Это самоуверенность, наверное, так сказать. Призвание, предназначение, конечно же, оно оттуда, ниоткуда больше. Я же рассказывал в прошлый раз, пять лет назад. Ничего не изменилось в моей биографии. Я как сел на стульчик в трехлетнем возрасте и рисовал пружинки, думая, что я писатель, так я продолжаю сидеть на этом стульчике. Как бы я ни вертелся, ни крутился, как бы я ни хотел этим заниматься, как бы ни душила иногда нужда, я по-прежнему занимаюсь вот этим. Ну, так Господь приспособил. Да я бы с радостью полез куда-нибудь на вершины, вот там, работал бы в полиции, жуликов бы искал, врачом, наверное, был бы неплохим. Ну, то, что я люблю делать время от времени. Потому что мужчина в своей жизни время от времени, он и альпинист, он и врач, он и полицейский, и любовник, и отец, и брат, и много у нас профессий и занятий. Но журналистика – это, конечно, такое избранничество. Невозможно придумать вот биографию писателю, если в нем нет вот этой антенны там. Ну, есть эта антенна. И это ведь и нехорошо, и это не подарок. Это такая обуза, она постоянно над тобой, она гремит, требует, чтобы ты за ней ухаживал, смазал эту антенну, да, протирал ее постоянно, чтобы она не потеряла качество приема. Так вот и живешь с этой антенной, как дурак, и никуда не деться. Ну, это крест, скорее всего, да, антенна, она же крест. Мне очень нравится эта притча, когда один из несущих крест остался один, в конце концов, ну, вышел из толпы несущий крест, и, слушайте, ну, тяжело, ужасно, оно никто не видит. Я отпилю себе кусок от креста, будет легче. Я донесу его, ну, отпилю кусок. Отпилил кусок, и дальше пошел. Так хорошо, как-то легче стало. А там-то впереди последний обрыв, и все эти люди, которые шли вместе с ним, они свои кресты свалили и на обрывы положили, и каждый перешел по этому кресту. А тому не хватило куска. И он так и остался на этой стороне, на этом берегу. Во-первых, не донес крест, во-вторых, не оказался там, куда все остальные попали, которые донесли честно крест. Так что вот никаких жалоб. Так что несите, Валерий. Да. Хорошо, давайте нашим зрителям расскажем. Все гениальное просто, это не нами сказано. Кому пришла гениальная и простая, казалось бы, идея взять и создать такой замечательный проект? Забытый и великий. Забытый и великий. Вот есть один человек в моей жизни, я тоже хочу, чтобы его имя сегодня прозвучало. Мы породнились. Он крестил моего старшего Захара, Вячеслав Адамович Заренков. Он известен как богатый человек, как строительный, как меценат. Но больше всего, конечно же, этот мир больше всего интересует то, какое у него состояние. Меня же интересует то, что такие люди вообще есть. Это же не восхищение, это же не прелесть сказать о человеке хорошем, от которого ты в какой-то степени зависишь. Но то, что он делает для других людей и для России в целом, для сохранения памяти, для сохранения памятников, для сохранения веры в людях, здоровья. Я не встречал таких людей больше. Вот я вам как на духу говорю. И рад бы, и ищу целыми днями этих людей. Мы же ищем человека всегда. Родного ли, понятного ли. Но человека, который и может, и хочет, это большая редкость. Потому что мы все хотим чего-то. Каждый по-разному и разного. Но могут не все. А тут чудесным образом вот этот вот простой парень из белорусского села, в котором я побывал недавно, ну просто превратился в какого-то, знаете, в спасителя. Ну, в кавычках, конечно, из маленькой буквы. Но часто он спасает жизни людям. И я в этом убеждался. И однажды я пришел к нему с идеей. Эта идея была простая. Даже не идея, а набор фотографий и рассказ мой. Я умею рассказывать и убеждать. Я поразился тому однажды, что родители Кутузова, нашего спасителя Отечества, победителя Наполеона, никому не нужны. В старом деревенском храме, сам по себе храм чудесный, лежат останки никому не нужных родителей Кутузова. Причем останки отца нетленные. Ну, самое поверхностное такое осуждение, что почвы и песок Псковщины способствуют сохранению тел. Что подтверждается историей Псково-Печорской лавры. Там же эти катакоммы. Ну, вот, и Вячеслав Адамович посмотрел на меня, удивился тому, что он увидел и что услышал. И говорит, ты что, никому не надо? Я ему перечисляю людей по именам, которых и он знает, и телезрители наши знают. Которые, имея власть и возможности, вообще говоря, как это сказать, помягче, не нашли полезным и интересным прославление родителей этого человека, который известен всему миру. И вот, Вячеслав Адамович говорит, дай попробуем доделать, сколько чего надо. Вот я доделал этот фильм. Его можно посмотреть, он есть. Пока мы устраиваем его судьбу. И как всякое хорошее дело, оно затянулось. Редко бывает так, что хорошее дело, это бах, и выстрелило. Но я думаю, что многие люди, посмотрев вот эти фильмы в цикле «Забытые великие», которые мы с Вячеславом Адамовичем придумали, они удивятся тому, что они до сих пор этого не знали. То же самое и с Верещагиным Николаем Васильевичем, который занял крестьян трудом после освобождения их от рабства. То же самое с графом Боблинским, который вот он здесь, под рукой, на Галерной. Всю жизнь был, а мы о нем ничего не знаем. И упокоился он в Александровской лавре, вернее, похоронен там, упокоился-то он на Украине. Вот, пожалуйста, вам человек, который может, будучи на том свете, соединить русских и украинцев одной своей фигурой, своей деятельностью, своими мечтами. И вот мы о нем тоже рассказываем. Не знаю, следующая какая будет фамилия. Ну, должно это дело продолжаться, не знаю, а Господь управит, наверное. Но сейчас я делаю фильм про хлебных купцов, о которых тоже мы забываем. Хотя каждая семья, каждая тем более хозяйка, ищет правильный хороший хлеб, который теперь, при рассвете и размайке капитализма, найти тяжело. Хороший хлеб. Инесса, что-то творится такое, да? Я утверждаю, вот сегодня и у вас, и в фильме хочу утвердить это, что хороший хлеб могут сделать только хорошие люди. С хорошими мыслями, в лучшем случае с молитвой, да, чтобы от закваски до выпечки, да, человек находился с Богом. И тогда хлеб будет качественным. Это эффект маминых пирожков. Вот только мама делала такие пирожки, которые ты на всю жизнь... Дело вообще не в еде. Дело не в хлебе, а в хлебе насущном, который дает нам чувство дома, чувство сопричастности к чему-то большему, чем наша жизнь. И вот об этом вечном хлебе я и хотел бы напомнить. Вообще замыслов много, такие наполеоновские даже замыслы. Не по икутузове будет сказано, да? А в списке замыслов нету идеи о том, чтобы внедрить вообще эти фильмы в систему образования? Это предложение... С вами интересно разговаривать, девушка. Вы прямо с языка снимаете. Я вот с этим проектом столько исходил мест, где я никогда бы не оказался, и стольких людей встретил, красивых и душевно мне близких, что просто слава тебе Господи. Есть такая Лена Осиповна Авдеева, бывший мэр Череповца, а теперь она сенатор от Вологодской области, которая посмотрела, не скрывая слез на Верещагина в фильме «Жизнь по маслу». Спасибо. И говорит, утирая слезу, это же надо показывать детям. Это надо показывать детям. Я ведь прекрасно знаю, что проект изменил и вашу жизнь. Я-то не сказал, что я изменился бы со мной, но я спокойнее стал. И такой, вот я много хожу по городу, чего со мной не бывало вообще. И на задах это до слез. Я хожу по Петербургу и здороваюсь с ним заново, потому что я не жил в нем. Я просто вот смотрю и понимаю, что я этих людей не видел, не любил и не знаю. Теперь я их вижу, хочу полюбить и хочу узнать. И вот если я обязан этому проекту, то я обязан тогда Вячеславу Адамовичу. Я обязан многим людям, которые мне помогали делать эти фильмы. У меня команда есть, любимых мной людей. Я вообще живу, как выясняется, так как нельзя жить. Я работу делаю по семейному принципу. Все те, кто делают со мной это дело, это мои сродники, мои родственники. Там возникает вопрос денег, оплаты, гонорара. Опять же, тоже как по родственным. Есть лишнее, отдай родственникам. Оставь себе, но отдай родственникам. Потому что они, ну так и так надо жить. Потому что всякое отданное, оно получается освещенным. То есть, если ты не отдашь, ты не получишь следующего. Все, что остается после того, как ты пожертвовал, является освещенным уже. Понимаете? И те, кто это понимают, те становятся богаче. Вот в прямом смысле богатства. Но я-то живу не богатый, я живу с достатком. То есть, мне достаточно. То есть, в русском языке есть отгадки. Так вот, собственно говоря, в этом смысле я даже говорю о том, о чем я раньше даже и не думал. И некогда было подумать. И вот теперь этот ритм жизни, который стал гораздо медленней, в смысле моего перемещения в пространстве и в эфире, он мне помогает какие-то правильные вещи переосмыслить, понять и дальше двигаться. Теперь я уже как-то спокоен за наследство. Я теперь своим пацанам примерно знаю, что передать. Если они захотят принять. Ну, не захотят, то и ладно. Тоже не буду дергаться. А во время создания этого проекта происходило ли что-то из разряда сверхъестественного? Потому что темы-то поднимались высокие. Ну, вот когда ты начинаешь любить своего героя и быть в тех местах, трогать те деревья, вот по земле ходить, где он ходил, там, страдал, думал, любил, конечно, с тобой что-то происходит. Причем тут главное не впасть опять же в прелесть. Потому что есть такие вот чокнутые специалисты-историки, которые приватизируют, например, эпоху, личность приватизируют, изучая ее. Ему кажется, что он это знает лучше всех. Случилась эта история. Спроси, Господи, вспомни этого несчастного, глубоко несчастного убийцу Соколова. Он же на этом помешался. Он приватизировал память о французской войне, о Наполеоне, и стал для себя Наполеоном. В конце концов, сошел с ума. Даже не так. Он сошел с души. С ума-то, я думаю, он не сошел. Потому что все то, что он делал, он делал рационально, понимая, что он делает. Он сошел с души. И это изменило его в принципе. Мне кажется, он перестал быть человеком. И вот, когда ты живешь и любишь своего героя, ты ходишь по этим местам, и к тебе приходит понимание, такое нездешнее, неземное, о том, что, собственно говоря, времени нет. Времени нет. Потому что я его чувствую как своего. И он тебе там, не то чтобы там подсказывает, является, это из других областей. Это, скорее всего, из англосаксонской какой-нибудь культуры. Связь времен чувствуется? Да. И даже личная связь чувствуется. Там была мистическая такая история с попадьей одной, с матушкой умершего батюшки. Собственно говоря, в этом храме найдены были останки Кутузовых, которая обменялась крестами покойным Иллианом Матвеевичем Кутузовым. Я думаю, ей это пошло не на пользу. В других интервью вы рассказывали о том, что ощущение веры к вам не сразу пришло. То есть поначалу это было сродни гражданскому чувству. А уже потом было крещение, причем крещение под страхом смерти. Ощущение того, что в вашей жизни Бог есть. Когда проявилось наиболее ярко? Мы же, собственно говоря, эти ощущения ловим в себе. Это не может быть постоянным. Первое ощущение, которое вы словили. Так оно и есть. Первое и последнее. Потому что это и есть опыт, который ты запомнил. Потому что чудеса не забываются. Ну, в каком смысле? Чудеса в свое состояние особое. Вот ты не один и все. Ну, не один ты. Но в физическом уровне, на уровне восприятия самого себя уходят страхи. Если еще сказать грубее, прямее, трусости меньше становятся. Прежде всего, страх смерти, страх безденежья, неприятностей, страх за детей. Вот в эти лучшие моменты, когда вот эта ниточка, она утолщается и становится более осязаемой, связывающей тебя. Говорят, что она такая серебряная по цвету. У всех по-разному. Но вот эта нить, связывающая тебя с небом, она становится ощутимой. Причем я подозреваю, что количество и качество веры не очень-то зависит и от нас. Вот это не предопределение, которое в протестантизме очень четко проговаривается, это предопределенность судьбы. Это что-то другое. Самое главное, не зависит от нас. От нас только требуется сделать шажок навстречу. И вот почему Велик Рембрандт с возвращением блудного сына? Да он написал, собственно, эту встречу. Это сретение со своим отцом. Там просто на картине нет того, как это происходило. Там уже есть финальная стадия. Сын на коленях, голова его под рукой отца. Я думаю, что там отец бежал навстречу тоже. А он, может быть, этот вот мальчик, этот блудный сын просто стоял. И ноги его онемели. Может быть, так это все и было. Вы не скрываете о том, что в вашей жизни был алкоголизм? Была такая страница, да? Не хочу скрывать. Было и было. Было и было. Но интересно, избавление от алкоголизма это было чудом? Или это было результатом вашей работы? Опять же, самое главное происходит без нас. Я очень хотел этого. Это как с курением. Кстати говоря, бросить курить гораздо тяжелее, чем пить. И это многие знают. Потому что с пьянством связаны физические страдания. А курящие они физически почти не страдают. Ну, там некоторые дружи в руках, что-нибудь еще какая-нибудь ерунда. Ну вот, я просто когда курил, а я курил 22 года. Теперь я не курю. То есть вы на себе все прелести использовали, да? Ну, в общем, да. Ну, там тяжелых наркотиков я не пробовал, да? А легкие я пробовал когда-то еще в армейской молодости. Ну, так вот. И вот делая это, я всегда понимал, что я что-то делаю не то. Были промежутки там многомесячные, когда, например, ты лежишь в больнице тяжело пораненый, и просто тебе не приходит в голову курить, потому что тебе надо выживать в больнице. Да, там несколько месяцев ты не куришь. Ну, просто потому что ты лежишь и не встаешь. Была такая у меня история в жизни. И потом ты вернулся к обычной жизни, выздоровел и закурил. Ёки-палки, зачем я это сделаю? И ты понимаешь, что это просто привычка была. И ты уже, бух ты, господи, зачем же я это сделал, да? Ну, а потом психанул что-нибудь такое еще и опять закурил, да? Но человек, который искренне понимает, что он делает что-то не то, вот у Петра Маманова хорошо это сказано, что я делаю, когда я пью, когда я курю, что я делаю? Ну, то есть вот если я разговариваю с ЭНС, я понимаю, что мы обмениваемся мирами там, да? Или там нас снимают, они тоже понимают, что они делают, чтобы потом было кино. А когда мы курим, что мы делаем? Зачем мы в себя впускаем дым? Или зачем мы изменяем свое сознание, поднимая рюмку, да? А почему вы взялись вести вот эти программы? Почему для вас важно помогать алкозависимым людям? Ну, потому что это очень важно. Просто очень многому меня интересует, ну, как, меня все люди интересуют, но во многом меня интересуют мужики моего возраста и чуть помоложе. В России смертность 40-летних, она, по-моему, самая ужасная в мире. Ну, я имею в виду статистические. Вот молодые мужики, 40-летние, которые не нашли себе большого дела в жизни, а русские на меньшие не позарятся, да? Только спасать миры, спасать отечество, да? Вот они, прежде всего, оказываются в зоне риска. Если вы обращали внимание, да, как наши люди жадно курят и везде, я считаю, надо просто им напомнить о том, что они делают. Понимаете, вот на телевидении, собственно, я этим занимался, напоминал о какой-то норме, которую не я, конечно, в себе ношу, но которую я знаю, потому что я такой консерватор, традиционалист. Так вот, я и взялся за то, что и мне мешало жить, и без впадания в самолюбование и в прелесть я пытался рассказать о том, что может помочь просто сохранить годы жизни. И вот теперь я стал много ходить по городу, и я вижу то, чего не хотят видеть другие, чего не хотят видеть там наши власти, наши мудрецы, там, поводри, их немного осталось. Массовое женское курение. Просто так, знаете, вот я однажды вышел из машины, из автобуса, молодой еще был, было это под лугой. Вышел из автобуса, увидел на нем и радугу. И так радостно всех, смотрите, какая радуга тройная. А вообще, так, где я, что такое? И смотрят, и вижу, смотрят пустыми глазами. А я радугу вижу, а они нет. И девушка подошла ко мне, я тоже вижу, я тоже вижу. А большинство не видели, что такое наваждение. Как хорошего, так и плохого люди могут не замечать почему-то. Может, им так удобно, может, они не хотят этого видеть. Но женское девичье курение в таком масштабе, каким оно представлено в Петербурге, чисто визуально, оно, конечно, не может не поражать и не заставлять бить тревогу. У нас просто должна быть передача, которая объясняет азы, что нету... У меня же и студентки еще есть, с которыми я время от ревни встречаюсь. Они говорят, что такого? Я забеременею, я брошу. Я говорю, а, в рулетку любишь играть, да? То есть, вот на своем ребеночке хочешь поиграться, да? Поэкспериментировать. Скажется, не скажется. Там же есть мнения разные, да? Вредно, не вредно. А интернет, вот эта вот двусмысленность, он порождает, углубляет. Кстати говоря, я для себя за это время, за медленной жизнью и без истерики, я понял еще то, что интернет, конечно, не от Бога. Вот этот период, да, когда вы ввели эти программы на радио, вы же не просто так в пустоту это делали. Были ли отклики? Там же нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, да? Были такие вот, то, что Достоевский называл катарсисом, когда человек пробивается в эфир, это были прямые эфиры, да? И исповедуется, например, да? И говорит, что меня подтолкнуло к исповеданию ваша передача, ваша открытость, да? Я вот хочу покаяться, да? И плачет в трубку там. Были такие вещи. Но опять же, слова не меняют людей быстро. Примеры и вот эта вот открытая душа на распашку быстрее могут изменить. Самопожертвование, смерть на площади еще быстрее на людей влияют, когда люди видят чужой подвиг вот так вот, прямо воочию. Но слова немедленнее действуют. Но они должны быть. У нас в России мало слов, обращенных к душе. И, к сожалению, эти слова можно услышать, как правило, только в церковном пространстве, среди верующих людей. А вот во всей остальной жизни, не-не-не, мы светские государства. А что это значит? Это значит, вы занимаетесь своей верой, как, знаете, как фитнесом. Вот там, в отведенных местах. Абонемент купите, форму принесите, там у вас будут тренажеры. А когда вы выходите, вы одеваетесь, пожалуйста, как приличные люди. И не рассказывайте нам, какие вы там здоровые, не демонстрируйте нам свои мышцы. Не надо, не надо. Все это уже нам неинтересно. А вы занимаетесь там, как рыбалкой, как туризмом, так и верой занимаетесь. Из церкви веру не выносите. Нам это не надо. Так же нам хотят сказать так называемые светские аналитики, эксперты. Вот слов, обращенных к ищущим душам, их очень мало в России. Конечно, у вас огромное количество поводов и огромное количество чудес, за что можно без конца благодарить Бога. но за что больше всего в своей жизни вы ему благодарны? Потому что я живой. Ну, просто я не должен был уже несколько раз жить. Живой. А все остальное – это такое. Все остальное – это нагрузки. Как талант, так и богатство, так и куча детей, так и любовь. Это все дается как, знаете, авансы, как поручения, чтобы ты отработал их. Вот за это еще можно благодарить. Ну, а самое главное – это жизнь, потому что, ну, я думаю, где-то там летать в пространствах в виде какого-то, пусть даже ангелоподобного существа, не очень весело. Все-таки главное происходит с человеком здесь. Не зря Христос явился сюда. Ну, не было бы нужды сюда приходить, да, если бы самое важное не происходило с человеком здесь. Вот больше, чем некоторые поводыри, типа там того же, такого простодушного, похожего иногда на блаженного Петра Мамонова, десятки священников не сделали. Вот простой человек со своей правдой жизни, со своим пониманием Бога. Как ведь хорошо, говорит, и просто, и понятно. И вот, заканчивая разговор, я хочу пожелать нам, дай Бог нам, такой вот простоты и сердечности в доведении самых главных мыслей до телезрителя, до слушателя и читателя. И аминь. Спасибо вам огромное за эту встречу, и спасибо за те проекты, которые, и те темы, которые вы поднимаете, делаете и развиваете. Так что всего доброго пути вашему проекту, ну и всех благ вашей семье. Спасибо, господин. Спасибо. 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 Спасибо.